Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Дэд ин Винланд. У нас 71-й день, и снова у нас льёт дождь. И снова у нас неприятности. Ночью покушались на жизнь матери племени, блоги, душили. Это что, кто-то опять пришёл что-то стащить? Неужели это Юстас? Неужели это Юстас? Ведь все неприятности начались, когда он появился у нас в лагере. Когда мы его поймали с поличным, это всё прекратилось. И вот опять. Ну неужели это он? Ну неужели его жизнь ничему не учит, а? Я прям глаз не свожу с этого окробавленного тесака, а? Может решить проблему? Может выгнать просто его? А может быть это не он? Я уже так думаю, может быть как в хорошем триллере достаточно запутанная история. И так думаю, а вдруг это... А может быть это Эллов? Ведь он знает хорошо дорогу к нам. Может быть обижается, что мы ему там не даём каких-нибудь лишних припасов туда-сюда. Даже не знаю, что делать. Просто не знаю, что делать. Ну надеюсь, надеюсь, сегодня никто не придёт. Но это... Может быть и не так. Может быть уже будет поздно. В общем, ладно, что там... Посмотрим, посмотрим. А может быть и вы решите что-нибудь. Я решиться не могу, а вы решите. Так, ладно. У нас трудная задачка. Нам нужно железо. 20 кусков железа. И это нужно через 6 дней. Ну как-нибудь, как-нибудь. Я думаю, что нашкребём. Как-нибудь нашкребём. С чего начнём? Я помню, что природные ресурсы. Вот шахтёрский лагерь уже понемногу восстанавливается. Но скоро он снова опустеет. И будет очень трудно с добычей. Охотничий лагерь. Всё нормально. Травник. Лагерь сбора фруктов. Ну везде всё, в принципе, нормально. Лесом только не надо сильно переусердствовать заниматься. Может быть один разик и хватит. В принципе, брёвен-то достаточно. Валюрчик. Здесь вот у нас котёл. В неисправном состоянии. Ещё в рабочем, но уже в неисправном. Так, ладно. Валюр. У нас остался один день, один день до того, как баф твой закончится. Но и хочется всё-таки закончить обучение, чтобы ты был настоящим искателем сокровищ. Но для этого тебе нужно сходить за косточками. Принеси много, это в твоих интересах. Сушилка, естественно, ещё не закончила свои дела. Фруктов разложу. Так, может пока я вижу Блоди ранена. Блоди ранена, и у неё, по-моему, было что-то с ногой проблемы. Если я не ошибаюсь, то, да, перелом ноги. Всего лишь на один день. Через один день затянется, заживёт, срастётся. Но дело в том, что там инициатива и уклонение. А вдруг бои? Может быть, может быть, может быть, да. Может быть, да. И может быть, даже Сиси составит ей компанию. Так, братец Анжела, давай-ка вставай с насиженного места. Долго ты там сидишь, Сиси, давай присаживайся. Куда я вас рассадил? Брата Анжела прогнал. Ну, прости. Прости. Ну, всё равно пойдёшь работать. Бабуся, ты иди сюда. И, кстати, 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 у меня же... У меня же Мойра. Мойра получила какую-то черту. Я в прошлый раз её даже не прочитал. Хотел и забыл. Сочувствующий целитель. Что это даёт? Подожди. Обаяние плюс пять. Рост к опыту. А-а-а. Ну, это хорошо. Это хорошо. Это хорошо, но ты можешь мне пригодиться в других местах. Будет лечить бабулька Гудрун. И мы выберем, конечно, сосредоточиться на увечьях. Леди-то мэ. Закончи, возможно, ремесло. А, возможно, это ей будешь не ты. Мы посмотрим. Здесь. Чёрная Дана уже хочет доиться. Чёрная Дана хочет доиться. Давай-ка так сделаем. И ещё я... Соль. Соль. Мне нужна соль. Замечательная сыпучая валюта. Ладно, подожди. Давай будем отталкиваться от кари. Кари с Шаной идут на исследование. По возможности ищут сражений. Шахтёрский лагерь. Нужно начинать уже здесь работать. Поэтому, возможно... А может быть, даже и точно. Сюда станет у нас... Леди-то мэ и... Без сосредоточения. Без сосредоточения будет работать. А выгодно ли это? Нужен камень. Нет, пускай да будет камень. Пускай да будет камень. Потому что камень нужен для ремонта. Вдруг повезёт. Будет нормальное количество камня. А в следующий раз уже нужно начинать добывать железо. Эрик, ты встанешь сюда? А этот прохвост сядет и помучается у меня здесь. Что мне можно делать? У меня нет конопли. У меня нет конопли. Может быть, сбегать быстренько и всё это обменять? Торговать. Базовые ресурсы. 20 соли. Давай сразу, чтобы не бегать по несколько раз. Базовые ресурсы раза три. Соль. Ну, ещё разок. 20 соли. Соточка. И важно. Так. Хорошо. Соль у нас есть в горне. Начнём делать верёвки. Шана здесь. Леди Томая здесь. Мойра. Мойра, скорее всего, пойдёт и наловит по возможности много рыбы. Ты у нас... Ты у нас брата Анжела. Знаешь, становись всё-таки. Давай сосредоточимся на семенах. Сосредоточимся на семенах. Пшеница ещё не созрела. Да, пшеница ещё не созрела. Значит, так. Здесь лагерь сбора фруктов заканчивается. Юстас сидит. Всё. Все на своих местах. Ну, поехали. Поехали. Начинаем. А перелом. Ну, черта излечена. Замечательно. Черта излечена. Позволяет двум персонажам заниматься собирательством. Ну, может пригодится. Бывает так и кому-нибудь и делать нечего. Сидят, бездельничают. Устал немножко, да? Ну, силы тебе хватит. Хватит. Занимайся. Чтоб дурного в голову тебе не лезло, работай. Чтоб ночью спалось хорошо. Валюшик, сколько костей? Три. Молодец. Восемь семечек. Сам не рад, да? Видишь, что? Да, недоволен, недоволен. Своей работой. Пять рыбок. Ну, ладно. Три камня. Не лучший, конечно, вариант, но и так сойдет. Шанна? Побережье. А что дальше у вас на очереди? Тоже побережье. Ну, хорошо. Бой. Бой. Пускай этот бой принесет нам много-много камня и много-много железа. Хм. Так. Элитный разбойник. Ладно, давай просто движение назад. Троечку сюда. Кари. Можно было бы просто Кари выстрелить один разок и все. Если бы так повезло и с этим разбойником... Нет уж тут такого не пройдет, да? Что он сейчас? Три очка у него действия. Даже если мы отнимем одно, ничего. Но он оскорблять, возможно, не будет. Возможно. Ну, тогда давай треснем его. Почему нет? Давай треснем. А, блин, он же... Ладно. Нет. Тогда обойдемся так. Один. Два. По возрастающей начали. Внутри, я думаю, не будут. Кари попробуем закрыть. Двоечка. По Шане решил, да? Оскорбление и... Следом летит топор. Четыре. Многовато, многовато. Шана, ну... Ты можешь рассчитаться. Троечка. Сдача, конечно, была маловато. Маловато, но, может быть, Кари все поправит. Пец. Да нет, знаешь, будем стрелять в элитного пьяницу. Я думаю, что Блоди там сама все поправит. Здесь три. Здесь всего лишь три. Хорошо. Тогда Блоди так. И так. Конец хода. Я же прям не знаю, что будет этой ночью. Не было бы беды. Слышишь, элитный пьяница? Ноль. Хорошо. Готово. А камень? А камень? А камень? Нет. Нет. Что там у нас вышло? Палатка целителя, но это не страшно. Котел подлатать. Все остальное в норме. Карта. Давай, прежде чем ходить сюда на побережье, я все-таки забегу за этим молотом. Пойдет у нас брать, конечно же, Эрик. Может быть, и Сиси отправится, и, в принципе, и этот... А, за Юстаса я даже вообще говорить не хочу. Вот стоит один раз сделать такую оплошность, все, кляньмо на всю жизнь. Никакого просто доверия. Ты же просто не отмоешься. Даже если это не ты. Хотя, может быть, это и ты. Чувствуем мы ауру, поднимаем молотом. Вы крепко беретесь за рукоять молотой и начинаете тянуть. Искры летают вокруг нас, но мы продолжаем. Вы тянете еще раз. Ах, получается, но тут вы чувствуете резкую боль в спине. Да ничего страшного, Эрик. Было и хуже. Вокруг вас образуется молния. Продолжаем. Не отступаем. Вы тянете. Получается. Стрелы молнии окружают вашу руку, но вы не обращайте на это внимания. Кости трещат, но мы не обращаем. Шаровая молния охватывает вашу руку. Продолжать. Черт. А это уже, это уже может закончиться плохо. Это может уже закончиться плохо. Но мы продолжаем, конечно. Нет, получается, смотри. Тяни, тяни, тяни. Осталось немного, но вдруг вам голову бьет молния. Голова кружится. Прям в голову. С ума сойти. Головокружение на три дня. Травма головы. Молния окружает вас целиком. Молния окружает. Ну, слушайте. Я думал, что это уже финальное испытание. Еще раз? Ну, давай, продолжим. Отлично. Эрик. Эх, получилось. Вы поднимаете молот и размахиваете им над головой. Мьерльнир. Мастер силы. Молния бьет и в молот, и разряд попадает в ваше тело. Но на этот раз вам не больно. Конечно. Нас сам андреналин просто зашкаливает. Мы не чувствуем никакой боли. На самом деле вы чувствуете прилив сил. Вы чувствуете мощь, уверенность, энергию, как настоящий бог. Мать племени и бог. Эрик возомнил себя богом. Ныне ушло. Ранения ушли. Ничего себе. Болезни отступили. Голод на единичку, которого не было. Вы возвращаетесь в лагерь с драгоценным молотом. В деле он не пригодится, но будет прекрасным украшением. Да, конечно. Он не пригодится. Мы его отдадим. Поговорить с Гвендолин еще раз? Хорошо. Поговорим. А, ну это побережье. Слушай, я такого не видел. Отравительный котел. Слушай, да смотри. Челюсти крокодилов. Это все пропало, протухло уже. Это руны. Это снова здесь руны. Начнем с осмотра. Глубоко и чаще вы обнаруживаете примерское зрелище. Котелок с тухлым мясом. Мясо варилось вместе с костями и плавает в красной вязкой жижи, которая до краев заполняет котелок. Вокруг протухшего костра расположены человеческие черепа, камни и руна. Начинается. Поесть из котла, конечно же. Поешь. И ляжешь тут рядышком. И найду твой череп через тысячу лет. Добавить свой ингредиент. Знаешь, нужно сначала, наверное, все-таки осмотреть. Иди, бабуля, гудрун. В большом камне высечена руна. Ну или вам кажется, что это руна? Трудно сказать наверняка. Ну, вспомни, сто процентов. Память о бабушке хорошая. Вы вспоминаете, что читали рукопись об утерянных рунах Футарка? Это, наверное, одна из них. Гифу. Нет, не то. Гибу. Хм. Вы вспомнили. Это Геба. Наконец-то. Но вы не понимаете, что она означает. Не понимаю. Попытайся вспомнить. Да. Геба. Это руна щедрости, участия и даров. Также говорилось, что один скальт использовал эту руну для защиты от яда. Магия руны разбивала кубок и не давала ему выпить яд. Вы смотрите на руну. Затем на котелок. Потом опять на руну. Вы хмуритесь. Ну да. Дар. Скорее. Отравленный кубок. Ну, ответ может быть корыться в этих словах, но я единственное, что понял, что если мы что-то сюда принесем, то будет хорошо. А если нет? Да ну ладно. Труд. Подожди. Добавить сырой ингредиент. Кто пойдет? Юстас пойдет. Юстас. Я знаю. Что будет добавить и в котел? Так, начинается. Давай рыбу добавим. В котелке не было рыбы, но вряд ли кто-то заметит разницу. Прежде чем вы успеваете отойти, в котелке что-то булькает и в лицо вам брызгает плевок гнилой слизи. Ничего себе. Тут, наверное, как с лошадью. Нужно так, чтобы котелок, наверное, был доволен. Юстас, иди. Мы сейчас добавим сюда сырой овощ. Все-таки нет. Наверное, мясо, да? Мясо. Угу. Но мяса у меня нет. Мяса у меня нет. Мяса у меня нет, но я знаю, где взять мясо. Участок охотится рядом. Давай кто-нибудь. Ну кто? Кто? Естественно, карри. Затаиться, скрыться. Давай затаимся. Мелкий грызун. Мелкий грызун, а семь кусков мяса. Больше, чем с лошади. Так, не в лагерь, не в лагерь. Мы идем до котла. До котла. Ну, сырое мясо. Вы испытываете странное удовлетворение, когда бросаете еще кусок мяса в котелок. Вам почему-то кажется, что вы делаете все правильно. Содержимое котелка выглядит по-прежнему ужасно, и все же вы голодны. Вы испытываете смешанные чувства насчет него. Может, теперь поесть из него? Да пускай ест. Хотя этого не получится. А может и получится. А это вообще разумно намерено травиться мерзкой жижей из проклятого... Тебе можно. Ешь. Рязь нет. Отвратительная идея. Мне кажется, все-таки, что нужно это сделать. Может, я ошибаюсь? Может и нет, но это остров полон странностей. Вы делаете глубокий вздох и подходите к котелку. Отхлебнуть. Это самая обрезительная еда, которую вы когда-либо пробовали. Но проглотить не получится. Ну да. Мне вообще почему-то кажется, что если я сейчас вот это зажгу, это все... Давай попробуем. Смелость. Кари. Кашель. Мерзкая жижа закипает, запах одновременно манит и отталкивает, что приводит вас в смятение. Это просто еще одна странность этого острова. Не очень беспокоится. Так, хорошие дела. Кто-то может поесть? Блоди. Иди поешь. Бедные Блоди. Отхлебнуть. Проглотить. Может быть, эта несвежая пища повлияла на ваши чувства боняния и вкуса, но она кажется съедобной и даже более того вкусной. Вы не одни. Есть другие гости вокруг вас. Они едят из того же котелка, танцуют и смеются, или это просто тени? Что-то не так. Вы ощущаете легкий дискомфорт, как будто и не было этой еды. Но ведь вы ели ее. Вытрете глаза. Все пропало. Котелок мяса люди. Остался лишь потухший костер. Не осталось и следа от того, что было в котелке, но вот за левой вы находите маленький металлический шарик. Орехалковая бусина, конечно. Порошок шалфея. Мать племени может решить все вопросы. Все абсолютно вопросы. Если есть какие-то вопросы, сразу к ней. Так. А Юстас пускай хоть сдохнет. Хотя, может, зря я о нем так. Ну, не знаю. Значится так. Бабуся. Бабуся. Бабуся, бабуся. Где-то есть. Садись сюда. Выбрать рецепт. Только я вот не пойму, зачем туда бросал мясо? Ну, наверное, надо было так. А может и не надо. Так. Выберем так. Затем. В мастерской. В мастерской выбрать направление. У меня нет железа. Надо было железо достать. Надо было... Ай. Столько много событий, все сразу путается в голове. Скучающий... Ну, в принципе, какая разница. И камень нужен, и то, и сё. Без разницы, кто. Специальные предметы. Специальные предметы. Древнее знание. 20 шкур. Ну, это так. На будущее. Это так. На будущее. Всё равно сейчас не сделать. А добывать у нас... Леди Томоя, ты пойдёшь? Блоди пойдёт. Вы встанете и начнёте добывать железо. Сосредоточьтесь на железе. Дальше. Кари, Шана. Вы, естественно, идёте сюда. Мойра. Мойра, да, в принципе, можешь и рыбалкой заниматься. Можешь... Чем хочешь, тем и занимайся. Брат Анжело. Давай на фрукты. Давай на фрукты, Валюр. Обучение. Мясо. Я потратил всё мясо. Ну, ладно, прости. В следующий раз. В следующий раз. В следующий раз. Обязательно, Валюр. Обязательно. Я тебя не обманываю. Обязательно. Ты знаешь, всё-таки, за косточкой пойди сходи. Кости нам нужны. Поэтому давай топай. Юстас. Работай. Хотя, может быть... Может быть и нет. Но, чтобы мастерская не простаивала, нужно что-то сделать. Что-то, что не так много у меня от меня. Так. Ну, вводу двумя персонажами. Зачем это мне нужно? Таверна 3 могут сидеть. Тоже не очень надо. Вот. Да. Может быть фильтр. А вдруг пригодится? А вдруг пригодится? Мало ли. Засуха. Все дела. И, в принципе, нетрудно делать. Давай-ка мы это сделаем. Только на всякий случай. Я сюда поставлю Эрика, чтобы вы это сделали за раз. А ты сиди, верёвки крути. А ты сиди, крути, верёвки. Всё. Ну всё. Поехали. Прораб. Получены достижения. Так. Фильтр готов. Немного усталости, того-сего, чуть побыстрее. Ну, естественно... Ай, стой, хватит. Не торопитесь. 3,5. 3,5. Всё пополам. Ничего не принёс. Ну ты даёшь. Ужасное блюдо. Жареная рыба. Вкусная жареная рыба. Готовка. Ух ты, мой собиратель. 8 фруктов насобирал. Укус клеща. Ой, там же ещё была хроническая болезнь. Ушаны. Это же всё надо лечить. Две рыбы. Ну ты даёшь. Ну ты даёшь, майора. 4 железа всего лишь. Ушаны. Да. У Лидии Тамея там было хроническое заболевание. Нужно... Нужно посмотреть. Что там смотреть? Нужно лечить. Но это уже будет в следующий раз. Бой. Готовы? Ну все те же самые лица. Тройчика. Шанна. Ой, Карри. Так. Может быть, всадите кого-нибудь, а? Давай сюда. Давай сюда, у лидного разбойника. Всадили. Всадили прям. Хе-хе-хе-хе-хе. Я просто думал, может быть... Два. Ну чё ты так... Бей ещё. Да. Ладно. И Карри не прикрыли. Ну ладно, он на Шанну нацелился. Три. А если бы в Карри? А если бы в Карри? Блоди, не слушай его. Не слушай, я тебя прошу. Не слушай. Отражено. Замечательно. Замечательно. Ну, сама судьба говорит о дожде и стрел. Стоят они просто замечательно. Но мимо, мимо, мимо. Конец хода. Нет, теперь никакого дождя. Будет только прицельный выстрел. И в этого... Десять. Ну, с этим уже мать разберётся. Харри. Карри-карри. Готово. Шкурка, деревушка. Камень дай. Камень. Ой. Ну ладно. И за это надо сказать спасибо. Из-за этого сказать нужно спасибо. Единственное, что я сейчас в палатке целителя приготовлю немного этих штучек. И попробую всё-таки леди... А, у неё нет. Я вылечил её что ли или что? Или это мне показалось? Оказалось. Может быть. А, это ушаны. Ушаны хронической забыли. Почему я... Ладно. Ну смотри. Если я сейчас начну лечить, это будет вылечена обжора. Обжора мне вообще никак. Тогда прости. Головная боль. Замечательно. Укус клеща. Нужно убрать. Обжора. Может быть всё-таки... А кашель у нас... Меткость... Лихара. Да тоже не очень хорошая штука. Но почему-то не лечится. А вот сейчас всё нормально. Больше нет бутылёчков. Ну и хватит. Ну и хватит. Горн починить. Солончак. Да нет. Эти блики там ничего хорошего. По-моему, что-то они... Что-то снимают. Попытаться... Ну как ты не могла достать это вообще? Как ты это не могла сделать? Ослеплённый ещё. Блогин. Ну ты ещё скажи мне, что не сможешь. Расслабиться в воде. Получилось? Уныние снимется, да? А усталость уйдёт. Ладно. А и уныние тоже, да? Давай дальше. Красные блики. Смелость. Ну опять Блоди. Опять Блоди. Довольно весело. Уныния нет. Усталость добавлена. Замечательно. Соль я... Нет, ну можно брать. Ну ладно, потом. Костёр разжечь. Всё. Всё. Всем спать. Всем спасибо. Всем спать. Ну да. А что ещё делать? Конец дня. Конец дня. Давай-ка сразу же на завтра я в мастерскую выберу направление... Шахтёрский лагерь. Нет, вот это. И всё. Конец дня. Ой, ну слава богу. Эй, красавчик. Значит, ты из королевства Франции? Красавчик. Как ты поняла? Я как-то встречала мужчину оттуда. Ужасный любовник. Ты пахнешь как он. В самом деле, я родился в графстве Булонь. Но я много путешествовал. Расскажи мне о своём доме. Ну, давай о доме. Ты разговариваешь как знатная особа. Ты благородных кровей. Ну, только дела у него не очень благородные. Ха-ха. А ты умна, моя дорогая. Сдаюсь, я тебя ничего не скроешь. Я действительно родился в знатной семье. Что-то не то. Но поскольку мои братья были более сведущими, чем я, в войне и политике, я решил посвятить свою жизнь Богу. Так было лучше для всех. Да, я вижу, как ты служишь Богу. Я слышу сожаление в твоём голосе. Ты действительно сам решил покинуть замок? К сожалению, его у меня достаточно. Но о том, что я решил предоставить политическую игру другим людям, я не сожалею. Видишь ли, дорогая моя, я считаю, что политика – самая явная форма проявления дьявола в этом мире. Какой честный малый. На обезвоживание. Ну, поехали. Понч-понч-понч-понч-понь. Раздача еды. Хари треской. Пшан отрезкой. Блоди. Систия. Давай, давай. Леди Томэа. Что, голодаешь, да? Я не знаю, я... Может быть, его... Откормить... Ягодками. Да и всё. Здоровая пища ещё получит. Далее. Так, усталость. Чуть побыстрей. А здесь чуть помедленнее, чтобы видеть, мало ли что. Боевой пёс убрана. Боевой пёс убрана. Боевой пёс... Больше не расстроена. Так, чуть побольше. Обжора. Блин, пропустил что-то мой Эрика было. Шана меня беспокоит. Убраны сидяки. Убрана обжора. Убрана обжора. Усталость как хорошо отступает. Пропало, но не много всего. И снова дождь. И снова дождь. Караул. Караул. Всё в тухлядину. Как такое может быть? Ладно. На этом я, наверное, заканчиваю. Скажу спасибо, что смотрели меня. И, наверное, пока-пока давно. Новых-новых встреч. Смотри-ка, здесь всё замечательно. Пшеница выросла. У нас пополнение. Молодая овечка. Здесь молока полной ёмкости уже. Ёмкости заполнены овечьей. Надо сразу добавить еды. Теперь надо что-то 12, наверное, чтобы по 3 куска им на 4 дня. А то забуду опять. И здоровье надо. Здоровье, здоровье, здоровье. Тут молока прибавилось на 100%. У неё и уменьшилось, наверное, здоровье. Ну ладно. Ладно. Всё. На этом всё. Спасибо. Пока-пока. До новых встреч. Пока.